Часть 2. Уважающая себя девушка имеет адекватную самооценку. Самооценка – это то, благодаря чему мы контактируем с реальностью и социумом. Все познается в сравнении, и самооценка – это представление о себе или оценка себя на фоне других людей. Человек, трезво оценивающий себя, не воображает у себя в голове, что он лучше всех и выше всех. Он еще прекрасно понимает, где он в числе лучших, а где проигрывает по каким-то параметрам. И именно это ему и дает возможность определить лучшую стратегию для развития в каждой конкретной ситуации. То есть человек с адекватной самооценкой не шарахается от своих слабых сторон, а упорно и трудолюбиво пытается их доработать. Неадекватная же самооценка мешает человеку вообще двигаться вперед. Все девочки, которые жалуются на очень низкую самооценку, в 99% случаях имеют завышенную самооценку, но иногда их корона падает. И на какую-то долю секунды они видят свое реальное положение. Неожиданная встреча с «я» реальным причиняет им стресс, а иногда и боль. И вместо того, чтобы много работать над своими слабыми сторонами, они предпочитают взывать о помощи, научить их всегда держать самооценку на высоте. Никогда не встречаться со своим «я» реальным и не испытывать от этих встреч потрясения. Всем, кто хочет халявы, удобно просто закрыть глаза и верить, что в принципе у них и так всего в достатке. Но если вы присваиваете себе что-то, что вам не принадлежит, в данном случае какие-то качества, то стресс неизбежен. Поэтому надо много работать, чтобы становиться действительно лучше и достойнее с каждым днем. Пятое. Девушка, которая себя уважает, не занимается самоедством. Самоуважение начинается с желания познать себя, с бережного, с чуткого желания, с честного диалога с собой. Что во мне есть, какие стороны сильные, какие слабые, а какие требуют изменения. Заметьте, я говорю изменения, а не устранения. Ни искоренения, ни уничтожения, ни тем более презрения или ненависти. Здесь важно соблюдать баланс. Вот есть процесс познания себя. Без оценки и осуждения. Добрый, любящий взгляд вглубь себя. Противоположный этому процесс самокопания и самоедства, выискивание слабости и даже эмоциональное самобичевание, последнего быть не должно. Шестое. Девушка, которая себя уважает, не стремится произвести впечатление. Самоуважение – это ваша важность для себя, а не для других. Каждый раз, когда вам хочется быть важным для кого-то, это значит только одно – ваше самоуважение вас подводит. Когда нет самоуважения, тогда становится жизненно необходимо получить одобрение со стороны другого. Да, уважение от окружающих тоже имеет значение, но не настолько, чтобы предавать себя. Не стоит стремиться стать важным для других, забыв про важность для себя. Это путь к зависимым, деструктивным отношениям. Если вы уважаете себя, вы не зависите так уж сильно от оценок со стороны. Поэтому отследите, какие реакции вы даете на чужие негативные оценки. Если вас они очень задевают, если вы злитесь, обижаетесь или что-то яро пытаетесь доказывать с пеной у рта, то это сигнал, что вам нужно поправить локус контроля. Седьмое. Девушка, которая себя уважает, имеет внутренний локус контроля. Любителям психологии этот термин будет уже знаком. Если кратко, то локус контроля бывает внешним и внутренним. Люди с внешним локусом контроля склонны все свои неудачи приписывать кому угодно, но только не себе. То есть у таких людей всегда будут виноваты начальник, обстоятельства, жена, которые не окрыляют, да, и мало ли кто. В то время как люди с внутренним локусом контроля берут ответственность за все, что происходит в их жизни, на себя. Что-то не получилось, значит, я где-то не дотянула, не дожала, не доработала, упустила. Именно поэтому такие люди никогда ни на кого не обижаются, потому что все вопросы у них только к себе. Тебя обманули? А где были твои глаза и твоя голова? Что я могу сделать, чтобы этого больше не повторилось? Вот что волнует людей с локусом контроля, помещенным в центр себя, а не куда-то вовне. То есть внутренний локус контроля – это отказ повесить ответственность за свою жизнь на другого. Хороший локус контроля нужен не для того, чтобы стало удобно окружающим, хотя, конечно, рядом с человеком с правильным локусом всем комфортно и приятно находиться, но для того, чтобы сделать сильными вас, сильными и счастливыми. Потому что, принимая ответственность за себя, на себя, вы наделяете себя властью. Конечно, палку перегибать не стоит. Важно также понимать, что в жизни есть вещи, которые не зависят от нас. Но все, что в поле нашей ответственности, мы не должны перекладывать на плечи других, выбивая тем самым опору из-под собственных ног. Потому что на ком ответственность, у того и власть. А самоуважение – это когда вы ни за что на свете не отдадите власть над собой никому. И не потому, что люди плохие. Просто пока вы в сознании, вы будете стараться рулить собой сами, не передавая руль никому другому. Вот такой локус и обеспечивает вас силой. А вот человек, который себя не уважает, считает, что все ему должны. А где ваш локус контроля? В центре вас или снаружи? Восьмое. Девушку с самоуважением отличается моя ирония и скромность. Такие девушки полностью лишены пафоса. Они умеют прекрасно шутить над собой, тем самым становясь практически неуязвимыми для злопыхателей и завистников. А вот люди, которые себя все время нахваливают, высоко оценивают себя вслух, проговаривают все свои достоинства, подсказывая другим, как к ним стоит относиться и что о них надо думать, такие люди никогда не кажутся себе смешными и имеют явные проблемы с самоуважением. Пытаясь развить в себе самоуважение, многие люди раздувают самомнение. А самомнение — это нечто противоположное самоуважению. Самомнение — это стремление навязывать другим высокое мнение о себе. Самоуважение — это уверенность в собственной ценности для самого себя, не для других. Другие сами решат, важны вы им или нет. Поэтому все, кто агрессивно транслирует, что они лучше, умнее и важнее, обнажают этим полное отсутствие самоуважения. Высокомерно себя ведут те, кто чувствует сильный голод по уважению. Скромно ведут себя те, кому нечего доказывать про себя, потому что им самим все про себя понятно, и этого им достаточно. Девятое. Девушка с самоуважением умеет быть благодарной. Человек с самоуважением не любит просить, и ему комфортнее иметь свое. Над этим он и работает все время. Ну, конечно, мы все сталкиваемся в своей жизни с ситуациями, когда помощь со стороны бывает необходима, когда собственных ресурсов не хватает. И здесь человек с самоуважением не прячет голову в песок. Он хоть просить и не любит, но просить не боится. Это важно понимать. Самоуважение подсказывает человеку, что он берет чужое. Пусть ему это и с радостью дают, все равно за чужое добро всегда нужно благодарить. Благодарить теплыми словами такой человек будет обязательно. Еще и постарается в ответ сделать что-то равнозначное. Поэтому помогать таким людям – одно удовольствие. Они, если берут в долг, возвращают всегда с процентами, как минимум в виде маленького презента. Причем сами охотно отзываются на просьбы и всегда рады прийти на помощь. Они сделают все, чтобы вы не почувствовали себя в долгу. А вот люди, у которых что-то попросить, как в долг взять, даже самую мелочь, это, как правило, люди без самоуважения. Такие люди и благодарить не умеют. Им кажется, что им и без того все должны. Так что учитесь благодарить. Когда вы не благодарите, вы присваиваете чужое. Десятое. Девушка, которая себя уважает самостоятельно. Самоуважение – это ваше согласие быть самостоятельным, то есть готовность самому обеспечивать все свои нужды. А не ждать принца на белом коне, который разрешит все ваши проблемы. А ведь большая часть девочек еще с 9-11 классов, вместо того, чтобы подумать об образовании, начинают думать о браке. Именно отсюда потом это вечная нужда. Уважающая себя девушка хочет опираться сама на себя. Ей не нравится быть беспомощной и зависимой. Она прекрасно понимает, что нужда не может выглядеть соблазнительно. Самоуважение и ваша самостоятельность не помешают любящему мужчине найти способы позаботиться о вас. Напротив, своей самостоятельностью вы задираете планку того, как мужчина может вас удивить. Ему придется сделать для вас что-то действительно выдающееся. Бриллианты не дарят тем, кому нечего есть. Забота о вас должна быть из чувства любви, а не из чувства жалости. Ну и беспомощная женщина не может развернуться и уйти, если ее оскорбили или обидели. Она будет терпеть, плакать, жаловаться, ныть. А самостоятельную обижать никому и в голову не придет. Потому что любой мужчина прекрасно понимает, что она очень легко может обойтись и без него. А теперь давайте точно так же пристально посмотрим на вашу самооценку. Ведь она ваш компас. Адекватная ли у вас самооценка? Помните, дорогие мои, самооценка должна быть адекватной. Нельзя, чтобы стрелка вашего компаса заваливалась не в ту сторону. Так вы собьетесь с пути. Конечно, быть объективным к самому себе непросто. Наиболее частая жалоба, которую я получаю от девочек, заключается, по их мнению, в том, что они страдают от низкой самооценки. Им кажется, что они себя не ценят, и поэтому часто их не ценят и окружающие, в особенности их любимые мужчины. Как понять, завышенная эта самооценка, заниженная или вполне нормальная? Парадокс в том, что человек с действительно низкой самооценкой никогда не жалуется на нее. Такие люди могут сетовать на застенчивость, на свою некомпетентность, на одиночество, на плохую речь, на ощущение неловкости в обществе в целом. Но никогда эти люди не формируют свой запрос, как «помогите поднять самооценку или стать уверенным в себе». Люди с низкой самооценкой ни в коем случае не хотели бы почувствовать себя умнее, красивее или сильнее, потому что вслед за этим придется отвечать за свой базар, как им кажется. А для них это кошмарный сон. Все, чего хотят люди с действительно дониженной самооценкой, это чтобы от них все отстали и не требовали никаких амбиций и устремлений. Желание быть незаметным. Вот отличительная черта людей с действительно низкой самооценкой. Если в этом портрете вы как раз узнали себя, то в таком случае вам надо работать со страхами, а не с самооценкой. Достаточно победить свои страхи, и самооценка станет адекватной сама по себе. Кто же тогда те люди, которые жалуются на низкую самооценку? Все те, кто просят научить их ценить себя, чувствовать себя не хуже других, не грызть себя изнутри, ощущая убожеством или слабаком, уродиной или дураком? Кому не терпится решить внутренний конфликт, чтобы, по-видимому, громко заявить о себе и окружающем, и любимому партнеру, мол, они не мелюзга, и отныне всем придется с ними считаться. Да-да, они мечтали бы заявить о себе, но есть одна проблема – низкая самооценка. Надо ее поднять, думают они, и можно в бой. Но, как вы уже поняли, с низкой самооценкой и к низкой самооценке этот внутренний конфликт не имеет никакого отношения. Страдают такие люди совершенно противоположным недугом. С завышенной самооценкой. Просто иногда эта высокая самооценка, не имеющая ничего общего с реальностью, падает с грохотом. И на какое-то мгновение все попытки построить иллюзию собственной исключительности и превосходства разбиваются о те или иные обстоятельства реальности, в которых человек вынужден взглянуть на себя без обмана. Вот в эти моменты встречи с реальностью человек чувствует себя крайне плохо и подавленно. Потом самооценка у такого человека непременно взлетит, потому что он будет кормить себя иллюзиями и дальше. Но реальность сурова к тем, кто обманывает сам себя. И вот эта нестабильность и встреча с реальностью многих и раздражает. Они хотят чувствовать себя принцессой, стабильно. Но чтобы чувствовать себя так, нужно много работать. А люди в массе своей не любят напрягаться, хотят бесплатно получить кайф и ждут, что я дам им какое-то волшебное зелье, которое поможет им чувствовать себя хорошо без учет реальности. Если вы чувствуете себя хуже, чем хотелось бы, значит, вы задрали планку, которой соответствовать не можете, и строите иллюзии собственной исключительности. А когда иллюзии рушатся, вы воображаете, как же мне себя полюбить? Так вы потому и не любите себя, что привыкли думать о себе несколько выше, чем вам позволяют ваши истинные достоинства. Когда вы сталкиваетесь с реальностью, то разочаровываетесь. Самооценка — это компас, который создан эволюцией для того, чтобы ориентировать личность на самую полезную и эффективную деятельность, короче говоря, на развитие. То есть, когда вы с собой недовольны, это не всегда плохо, это, скорее всего, сигнал, что вы двигаетесь в неверном направлении, и вам нужно изменить курс. Поэтому первое, с чего надо начать, это принять себя реального, как есть, без прикрас и самообмана. Признайтесь, что у вас есть множество несовершенств. Самооценка — это не источник кайфа, когда вы бесперебойно можете наслаждаться внутренним «я молодец», «я красавчик», «я победитель». Для этого выстраиваем жизнь таким образом, чтобы можно было во всем положиться на себя. Первое. Займитесь в первую очередь своим имиджем. Всех неуверенных нужно отдать на спорт в принудительном порядке, зачеркнуто. Обычный человек и человек с красивым, пропорционально развитым телом — это два разных мира. Обычной девушке или мужчине надо быть красавцем, чтобы его не послали при знакомстве, или в чем-то успешном, крутым, примечательным. А красиво выстроенное тело — это все-таки еще редкость, так что шансы на интерес повышаются на порядок. Впрочем, даже если не удастся быстро сделать идеальное тело, все равно весь этот напряг по его строительству во многом изменит и личность. Очень способствует вашей уверенности. Второе. Найдите свою суперспособность. Прокачивайте деньги, работу, хобби, навыки коммуникации. Развивайте способности. Пусть это будут танцы, растяжка, фотография, пение. Научитесь рисовать, играть на фортепиано. И наличие хотя бы одного таланта в вашей жизни позволит вам расправить плечи и быть более уверенным. Запомните. Над самооценкой бесполезно работать, пока нет внутренних ресурсов, которые делают вас независимым от других людей и обстоятельств. Третье. Откажитесь от стремления произвести впечатление. Важно трезво представлять себя в глазах других. Не ждите, что люди будут оценивать вас высоко. Люди могут относиться к вам по-всякому. Это их право. По-настоящему важно только ваше отношение к себе. Надо понимать, что люди на все смотрят достаточно субъективно и предвзято. И на вас они смотрят точно так же. Люди будут восхищаться вами, если вы приносите им какую-то пользу. Но это же не значит, что теперь в центр вашей жизни нужно поставить удовольствие других. И многие здесь самодоволен начнут кивать. Да, я крутой парень. А мне просто завидуют. Поэтому всех хейтеров я шлю к черту. Я стараюсь окружить себя только позитивными людьми. И вот она, вторая ваша ошибка и показатель вашей слабости. Пока вы ожидаете, что ваше окружение должно быть к вам лояльно и обязано выражать только позитив и поддержку, до тех пор, сами того не осознавая, вы живете по принципу «уверенность в себе все-таки дают другие». Но ваша уверенность должна быть только вашей собственной уверенностью. То есть, когда вас кто-то презирает, это не говорит о том, что вы действительно недостойный человек. Но и когда кто-то вами восхищен, это тоже никак не отражает ваших достоинств. Все субъективно. Сегодня человек получает от общения с вами какую-то пользу или удовольствие, и он дарит вам положительные оценки. Как только удовольствие уйдет, уйдет и восхищение. Это не значит, что вы стали плохим. Это, кстати, касается всех тех историй, в которых девушки жалуются на свои плохие отношения, в которых они потеряли уверенность в себе. Как вам должно стать понятно из нашего разговора, никто никому самооценку опустить не может, если ваша самооценка независимая. А если ваша самооценка виснет на мнение других о вас, то не жалуйтесь, партнер не виноват. Он имеет право вас любить или разлюбить. Другой вопрос. Будете ли вы согласны оставаться рядом с человеком, который не очень высоко вас ценит? Если вы согласились на такие условия, спросите себя, откуда исходит ваша слабость, зависимость и как это можно изменить? Вот о чем следует думать всем девушкам в подобных отношениях, а не о том, какой он подлец и как загубил вас. Если вам предлагают условия общения, которые угрожают вашей самооценке, зачем вы на это соглашаетесь? Почему вариант уйти вам кажется хуже, чем вариант предать свое самоуважение? Вы надеетесь, что все изменится? Никогда ничего не изменится для тех, кто терпит, чей страх потерять мужчину выше, чем страх потерять себя. Хотите начать формировать основу уверенности в себе и самоуважения? откажитесь от всякого стремления произвести впечатление. Посмотрите на эту формулу. Иллюзия плюс ожидание поддержки от других равно нестабильная самооценка или неуверенное состояние. Понимаете, как это коррелирует? Вы должны нравиться только себе, другим по-всякому, а себе нужно нравиться, принимать себя реальным и качать ресурсы, то есть всё время находиться в развитии, ставить себе новые реальные цели, хвалить за достижения, иногда ругать за промахи, чуть-чуть, но всегда любить. Оппозировать не надо, пытаться произвести фурор, получить обожание или почтение других, это значит добровольно лишить самооценку стабильности и независимости. Четвёртое, не реагируйте на критику агрессии. Если вас выводят из равновесия негативные комментарии, если вы готовы сорваться на любого, кто тычет в ваше несовершенство, это прямой признак зависимой самооценки, это лакмусовая бумажка. Любая агрессия, любые резкие движения, это не поведение смелого и уверенного в себе человека. Это поведение труса в аффекте. Желание позировать или отстаивать что-то с пеной у рта явный признак того, что вы и сами сомневаетесь в убеждениях. Если есть сомнения, значит внутреннего ресурса у вас нет, только надежда или иллюзия. И поэтому негативные оценки вас так выводят из себя и расшатывают. Вы боитесь, что кто-то обнажит ваши иллюзии и самооценка рухнет с грохотом. Понаблюдайте за собой. Кстати, это очень хорошо видно на примере популярных инстаблогеров. Им часто пишут гадости в комментариях. Понаблюдайте кто как реагирует. Тот, кто негатив не комментирует, скорее всего действительно уверен в себе. Мнение отдельного человека или даже целой армии подписчиков ничего не значит для того, кто точно знает кто он и какими ресурсами обладает. Ресурсный человек ведет себя всегда спокойно, на провокации не поддается. Если вы совершенно точно чем-то обладаете, материальные это вещи или внутренние ресурсы, то вам плевать, верит в это кто-то еще или нет. Кстати, то же самое касается реакций дамочек на непристойные предложения со стороны озабоченных мужчин. Видели таких? Он ей «Давай ко мне на чай!» Она ему пощечину и скандал, чтоб точно знал, она девушка достойная, чтоб не сомневался. Понимаете, о чем говорит такое поведение? Правильно, девушка сама в себе не уверена. Отказать можно спокойно, не распинаясь в доказательствах собственного достоинства. Стабильная самооценка позволяет вам спокойно принимать реальные отношения других к вам, будь то недовольство, безразличие, отращение, возмущение или наоборот восхищение и симпатия. как бы люди к вам не относились на вашу собственную любовь к себе, это никак не должно влиять и соответственно это никак не может вас задевать. Пятое. Оставьте прошлое в прошлом. Некоторые всю жизнь жалуются на то, что в детстве родители их мало хвалили, много ругали или еще что-то там делали, что подсознательно негативно повлияло, вот теперь они не верят в себя достаточно. Пока вы видите виновника вашей неуверенности в ком-то, вы отказываетесь делать хоть что-то, чтобы начать формировать уверенность. Запомните, ни родители, ни ваш любимый человек не могут и не должны внушать вам уверенность и растить крылья за вашей спиной. Уверенность в себе это ваша внутренняя сила и она может вырасти только изнутри. Вы не безвольное существо, у вас всегда есть выбор становиться сильнее физически и психически или лежать и разлагаться. Да, иногда обстоятельства складываются не лучшим образом и это может нас подкосить, но важно понимать, что задача личности во что бы то ни стало пытаться эти обстоятельства если не подчинить, то хотя бы преодолеть. И само по себе это стремление возвращает самооценку и самоуважение на место. Также есть такой тип людей, которые точат обиду на своих бывших, им даже кажется, что новые отношения не складываются из-за прошлых отношений, где их обманывали или как-то обижали, короче, надломили и ранили. Очень важно уяснить одну простую вещь про обиду. Уверена, если вы ее поймете, обиды сразу пройдут и отпустят вас. До тех пор, пока вы на кого-то обижаетесь, вы соглашаетесь считать себя хуже обидчика, ниже и слабее. Обида это взгляд на обидчика снизу вверх. Придет ли вам в голову обидеться на того, кто слабее или глупее вас. Проанализируйте ситуацию с точки зрения самооценки. Почему вы поднимаете фигуру вашего обидчика над собой? Почему вы оцениваете его так высоко, а себя так низко? Может, ну их эти обиды они всегда разрушают самооценку? Ненависть кстати тоже, потому что ненависть это та же обида, только агрессивная в состоянии аффекта. Шестое Прекратите самовнушение Пока вы кормите себя очередной порцией иллюзии и лжи, внушаясь себе перед зеркалом, что вы богиня, вы просто теряете последние капли адекватности. Именно такие девочки, уговорив себя, что все могут, бегут к вчера пославшему их Василию за новой порцией обесцениваний и унижений. Если мужчина для Вас имеет очень высокое значение, если он для Вас почти бог, он может уничтожить Вашу самооценку одним взглядом. И когда такая значимая фигура не видит Вас богиню, не надо внушать себе, что вы все таки сможете заставить его поверить, что богиня в Вас еще жива. Лучше спасайтесь, бегите прочь, восстанавливать свою эмоциональную независимость. И только потом можно будет продолжить какую-то там игру, будучи равноценным игроком, а не мячиком, который футболит. Продолжение третьей части в следующем видео.